Марина Анатольевна Тульсман Но вообще, конечно, хотелось бы узнать у вас, как у психолога, вообще само понятие. Не кто такой друг, а что такое друг? Ну, вопрос такой очень сложный, да, потому что на самом деле такого четкого определения, ну, кто такой друг или что такое друг, в психологии нету. Есть разные подходы, там, психоаналитический подход, там, бихевиоральный подход, то есть он рассматривает там с точки зрения коммуникативных, там, вот коммуникации, для чего все это нужно. Ну, это очень сложно, и, ну, давайте вот попроще скажу, да, что друг – это такое понятие, оно разноплановое. То есть друг – это человек, с которым я коммуницирую, ну, с которым я общаюсь. И общение, оно бывает, ну, разное. На самом деле общение может быть нацелено на какие-то разные там потребности. И вот, ну, у нас путают понятие друг, да, например, называют вот сотрудников по работе друзьями, да. Но на самом деле это одна из формы дружбы – это коллегиальное отношение, да, то есть вот мы, у нас есть общая цель, у нас есть какие-то общие задачи, и мы вот в процессе там взаимодействия общаемся, и, ну, мы знаем там друг о друге, там, ну, какие-то вещи, но при этом мы не испытываем вот той фили, аттракции, ну, то есть то, что является… Да, это вот влечение вот такого, как вот то, что является основой дружбы, да, вот в психологии. Вот. И есть понятие такое знакомое, да, то есть вот некоторые называют друзьями знакомых. Это те люди, которых мы хорошо знаем, с которыми мы давно общаемся, ну, о которых мы много знаем, там, про их семью, там, про их взаимоотношения. Но, опять же, да, мы общаемся с ними, ну, постольку-поскольку, там, например, где-то встречаемся, там, иногда у нас бывают какие-то общие цели, и мы можем тоже вот встретиться и куда-то там пойти вместе. Но при этом, опять же, да, этот человек не придёт мне на помощь, когда вот мне будет трудно, и я тоже не всегда к нему там пойду, ну, вот, например, брошу какие-то свои дела и побегу к нему на помощь. Есть ещё вот такое понятие, как функциональное общение. То есть функциональное общение – это общение вот, ну, когда мы выполняем какую-то функцию. Ну, например, поехали в командировку. То есть ситуация какая-то, да? Да, в какой-то ситуации, да, и там, например, мы на какое-то время оказываемся… В тесном контакте, да, в общении, да, и мы начинаем общаться, и вот узнаём друг о друге какие-то интересные вещи, да, и вот я понимаю, например, ой, оказывается, этот человек, ну, такой же, как и я, и он любит то же, что и я, и вот, ну, мне интересно с ним общение, да, то есть вот он какие-то там читает книги, да, он там знает какую-то информацию, вот я тоже могу с ним поделиться какой-то информацией, то есть и общение начинает так завязываться, завязываться, и вот оно переходит уже, так сказать, в дружбу со временем. То есть люди понимают, что им интересно друг с другом, и им хочется быть вместе. Хорошо, ну вот говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это одна сторона медали, да, такой дружественной. А вторая сторона медали говорит, что не может быть так, чтобы дружили, чтобы друзей было много. Друг один, все остальное вот как раз-таки те приятели и знакомые. Вот как быть в этой ситуации, как для себя вообще очертить понятие друга, и стоит ли вот так кропотливо выбирать из общей массы знакомых, вот ты будешь моим другом? Ну вот я хочу сказать, Татьяна, что общение, да, оно является вот необходимостью для человека, да, и вот на самом деле иметь друзей, подруг, да, это необходимо для каждого человека. И даже вот, например, если, ну сейчас вот человек говорит, у меня нету таких друзей, там даже вот 100 нету, да, или кто-то говорит, у меня их 100, но на самом деле это просто знакомые, там приятели, коллеги, то никогда не поздно завести друга. Ну то есть это вот начать вкладываться в эти отношения, то есть, ну дружба это же не только брать. Работа, да, причем двусторонняя. Да, что я готова там, например, вкладывать в эти отношения. И естественно, например, если у человека есть друг, то, ну основная функция, вот, например, любой дружбы, да, например, вот дружба ли это между мужчиной или женщиной, между там мужчинами, между женщинами, это эмоциональная поддержка, да, вот в дружбе что женщина, что мужчина, они получают вот эту эмоциональную поддержку и, ну, где-то сопереживание, где-то вот они помогают иногда по каким-то там деловым вопросам, и вот это каждому человеку необходимо. А вообще женская дружба бывает? Ну, женская дружба, она, кстати, вот очень своеобразна, да, то есть женщины, они очень прагматичны и практичны, что не всегда вот как бы сказывается с пользой для дружбы, но на самом деле это реалистичная дружба, да, то есть вот две женщины, как, например, как два государства, да, которые являются союзниками, ну, в отношении там каких-то общих дел, и, ну, например, вот президенты же не будут клясться друг другу в вечной верности, да, точно так же и женщины, вот они дружат до поры до времени, пока там их интересы не соприкасаются. Ну, как часто, ну, как всегда, вот правило, да, как правило, что вот у женщин камнем преткновения в отношениях всегда является мужчина, и вот, ну, если вот эти интересы пересекаются, то, конечно, дружбе конец. Ну, бывает иногда и так, что одна женщина вот ради другой, она уступает мужчину. Или как классическая ситуация, да, у мужчины, мужчину женская дружба, в общем, была, есть и будет. Да, говорят вот так. А вообще сколько, вернее, не сколько может быть друзей, а как попытаться сохранить дружбу, потому что бывает ситуации, что друг оказался вдруг. Да, вот очень хороший вопрос, потому что у нас, ну, к сожалению, очень много людей идеализируют дружеские отношения, да, то есть на самом деле, что это такое? Ну, вот, например, у меня, ну, там вот у меня есть друг, и я вот идеализирую, да, что мой друг, он должен быть вот таким, вот таким, вот таким вот. Он должен по первому моему зову ко мне прибежать, он должен мне помогать во всех моих вопросах, он должен там со мной куда-то ходить, да. Он должен меня восслушивать всегда, когда мне это надо. Он должен меня восслушивать, когда я ему позвонила, неважно, там, 2 часа ночи или там, 3 часа ночи, или вообще там это воскресенье, там, не воскресенье, да, и неважно, там, дети у тебя, или там муж в командировку уезжает, в общем, ты должен, ты должна, ты вот это самое, ты должна со мной пойти туда, куда я захочу, ты должна вот, ну, помочь мне сделать какую-то... В общем, сплошные требования. То есть сплошные требования, да. И вот, например, если какое-то из требований ты, значит, не выполнила, то всё, значит, дружбе конец. На самом деле, я хочу сказать, что это идеализация. И вот как можно сохранить дружбу? Это когда в дружбе находятся два психологически зрелых здоровых человека, которые понимают, что, например, другая крайность, это, например, американская дружба, где можно подружиться за 15 минут и за 15 минут уже потерять друга. То есть это такие формальные отношения, где друг звонит, и он говорит, там мне плохо, мне нужна помощь, а он говорит, слушай, у меня сейчас времени нет, но вот через две недели, вот в два часа у меня свободное время, а мы с тобой можем встретиться, да, а там он уже может самоубийством покончить. Или наоборот, другая крайность, да, когда вот две подруги, например, одна, вторая замужем, значит, у нее маленькие дети, а вот эта звонит и говорит, слушай, мне плохо, говорит, пожалуйста, приедь ко мне там, и что там, она должна бросить своих детей и бежать к ней, да, поэтому здесь нужно какую-то золотую середину, нужно свои требования к своему другу умерить, ну, то есть понимать реальные возможности своего друга, насколько это возможно и насколько это... А эгоиздичность как вот составляющая характера, она может здорово мешать. Да, ну, кстати, вот любая дружба, любые отношения, да, хоть какие отношения, это является как бы плацдармом для развития, ну, как для избавления себя от собственного эгоизма. Это и есть вот как бы друг, он может быть ее и зеркалом, то есть он отражает, ну, мне, например, саму себя, и там, где я не совсем права, например, где я не такая вот, например, как это самое, где мне нужно меняться. И если я к этому буду подходить вот, ну, так, осознанно, осмысленно, то тогда в дружбе можно развиваться и расти. Ну, согласитесь, Мария Анатольевна, что дружба, это не данность скорее, это результат работы, причем ежедневно кропотливой работы, которую тоже нужно сохранять, которую нужно подпитывать, укреплять. Да. И не только добиваться, но еще и делать так, чтобы в твоей дружбе уверились. Вторая сторона. Это естественно, да. И для этого нужно прежде всего вот работать над собой тоже. Вот какой я человек, да, насколько я готова прийти на помощь, насколько я готова выслушать, ну, того человека, да, насколько я готова помочь ему и там пожертвовать какими-то своими интересами. И вот если я это могу, то, ну, я могу найти такого человека, который тоже так же будет со мной, ну, вот, относиться. Замечательно. Ну, свежий номер газеты Раббат для вас, там про дружбу нет ничего, зато есть много другой полезной информации. Читайте, будьте всегда в курсе последних событий. Ну, а я думаю, что все, кто нас сейчас смотрели и слушали, могут запросто позвонить своему старому другу, да, когда вдруг случилось, когда-то в прошлом что-то недопоняли, что-то недослушали и, в общем-то, потеряли друга своего. Сегодня отличный день исправить ситуацию, мне кажется, так. Спасибо вам большое. Спасибо.